Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 октября. Память святого мученика Вениамина Диакона. Святой Диакон Вениамин жил в царствовании персидского царя Издегерда. Персидский царь Издегерд I царствовал с 399-420-е годы. При нем мученически пострадал учитель и епископ Вениамина Диакон Святой Авда в 418 году. В память его 3 марта. Обратив христианство многих персов и язычников, он был оклеветом, схвачен, подвергнут жестоким биением и посажен в темницу, в которой провел два года. Один грех, постанный к персидскому двору, узнав о постигшей Вениамина участи, просил царя отпустить его. Царь согласился исполнить эту просьбу, если Вениамин даст обещание не обращать персов в христианство. Пороситель от лица Вениамина дал это обещание. Но Вениамин, услыхав о том, сказал, «Невозможно мне приложить тот свет, который воспринял в купеле крещение. О, сколь великих мук достоин тот, кто скрыл данный ему талант, или тот, кто умышленно скрывает евангельское учение!» Не перенося этих слов, царь приказал заострить двадцать спиц и вонзить их к святому Вениамину под ногти, рук и ног. После этого, видя, что святой вменяет в себе эти страдания как бы в некую радость, царь подверг его еще большим и нестерпимым мучениям и, наконец, велел пронзить его толстым суховатым колом, после чего этот доблестный подвижник предал дух Богу. Святой Вениамин Дьякон пострадал спустя три года после муничнической кончины святого Авды, уже при преемнике из Дегерда, сыне его, в Арахране Пятом, в 421 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.